Губернатор Ульянской области Сергей Морозов Ульяновская правда побеседовал с начальником государственного права управления администрации губернатора Алексеем Преображенским о грядущих изменениях, а также о том, как право ульяновцев можно защищать более качественно и надежно. На одном из аппаратных совещаний губернатор ставил задачу о том, чтобы людям, которые поскользнулись или что-то с ним случилось на татуаре, была оказана юридическая помощь. То есть люди, которые повинны из этой административной работы, понесли какое-то наказание. Что сейчас делать для того, чтобы осуществить эту жизнь? Да, но разобьем этот вопрос на две составляющие. Первое – это оказание бесплатной юридической помощи для граждан, которые пострадали в ходе такого ненадлежащего состояния пешеходных зон, когда не только может быть налить, нечищенные улицы, но бывают, что и открытые люки, бывает, что из крыши что-то падает. И причиняется вред здоровью гражданам. Значит, в таких случаях есть, безусловно, судебная практика, очень распространенная, когда такие вот пострадавшие граждане, они могут взыскать вред с лиц, с организаций, на балансе которых находится соответствующая дорога или там помещения иные, если речь крыш касается. Всем этим гражданам мы будем бесплатно помогать вот таким пострадавшим. Государственное юридическое бюро в рамках бесплатной юридической помощи можно обратиться 8 800 113 84 по этому телефону или написать на сайт бесплатной юрпомощь.рф, о своем случае рассказать, с вами, безусловно, сразу свяжутся, мы поможем. Кроме того, сейчас уже Министерство здравоохранения, вот начиная с недавнего времени, всем таким потерпевшим рассказывает о возможности обратиться, когда люди приходят в травмпункт, им об этом сообщают. Конечно, полная есть возможность взыскать и вред, нанесенный здоровью, и, кроме того, допущенные различные затраты на лекарственные средства, ну и моральный вред тоже, безусловно. Всем людям будем помогать, вплоть до суда, взыскания. Вот сейчас вот Зуля Ахметова и помогаем решать известный радиожурналист, ведущий. Вот все, в общем-то, для этого есть. Так что мы эту работу проводим в полном объеме. А на законодательном уровне планируется какие-то внести изменения, законопроект, чтобы... Безусловно, безусловно, речь идет о помощи людям, которые уже пострадали, да. Да, возникает вопрос, что делать с людьми, действительно, которые ответственны за нормальное функционирование. Вот сейчас такой ответственности прямой нет. Понятно, что потом может быть применена к ним какая-то ответственность дисциплинарная, к примеру, да, что там дворник не убрал, не посыпал или какая-то управляющая компания. Но ответственности административной нет. Вот совместно с региональным отделением Ассоциации юристов губернаторам поставлена сейчас задача выйти с такой законодательной инициативой в Государственной Думе. Я думаю, что в течение нескольких месяцев такая инициатива будет разработана и законодательным собранием внесена в Государственную Думу. Таких инициатив еще не было. То есть люди уже обращаются за такой помощью? Ну, с учетом того, что у нас уже погода, кстати, сейчас опять немного изгналит, есть обращающиеся несколько человек в той или иной степень повреждения здоровья. Поэтому сейчас работаем, да. А вот те люди, которые, допустим, зимой травмировались и что-то с ними случилось, есть у них какая-то возможность? Конечно. Общий срок сковой давности – это 3 года. Он в любом случае есть. Можно еще дальше продлить при наличии обстоятельств. Но надо понимать, что в таком деле доказательства имеют очень свидетельские показания. Понятно, что уже состояние меняется каждый день, покрытие. Поэтому чем раньше люди будут обращаться, тем больше шансов у них, соответственно, на вот такое справедливое решение их вопроса. Что касается того, как расширяется работа по оказанию бесплатной юридической помощи. Вот сейчас был священник, о том, что она будет распространена еще на муниципальные образования области. Давайте я расскажу. У нас, в общем-то, и сейчас в 9 муниципальных образованиях, помимо, я имею в виду, муниципальные районы, города Ульянска, города Димитровграда, есть государственное юридическое бюро, в которых помощь эта оказывается. Но задача стоит, чтобы в любом районе такие офисы государственной защиты, бесплатной для граждан, повторяю, они были. И поэтому вот несколько этапов, начиная с 1 июля, плюс еще 4 муниципальных образования, потом с 1 октября 5 и с 1 января 2018 года во всех муниципальных образованиях такие офисы появятся. Плюс действует система оказания адвокатами, тоже бесплатная, когда адвокаты привлекаются. Очень большие категории дел, по которым можно, случаи, граждане, категории, то есть граждан. Практически у нас до 90% жителей совершеннолетних, они подпадают под вот эти рамки оказания помощи практически каждой. Поэтому все это можно узнать и на сайтах, которые я говорил, бесплатная юропомощь.рф, или позвонив по телефону 8 800 113 84. То есть это контакт-центр наш, областной колл-центр единый. Можно позвонить, сказать случай, там уже отправят, куда можно подъехать. Ну и понятно, что в ряде просто муниципалитетов сейчас нет, но в городе Ульяновске, Димитровграде это есть. Вот у нас, в частности, по Ульяновску, и на Спасской есть, и на той стороне, в Заволжье есть пункты. То есть мы готовы оказывать всем эту помощь, безусловно. Расширение бесплатной юридической помощи подразумевает, наверное, то, что должно повыситься количество людей, которые оказывают эту бесплатную юридическую помощь. Новые штатные единицы появятся? Ну вот я говорил, у нас планируется к 1 января увеличение на 20 единиц именно специалистов, юристов, кто будет оказывать эту помощь. А количество людей, обращающихся, уже сейчас около 20 тысяч в год идет. А мы планируем, чтобы увеличение как минимум в два раза, но это с учетом членов семьи, я думаю, 1100 будет касаться жителей в год. И с какими проблемами приходят? Самые распространенные проблемы, такие же, как у всех, это жилищно-коммунальное хозяйство, все, что касается оказания услуг, трудовые правоотношения тоже очень часто бывают, меры поддержки различные, особенно пенсионным фондам, фондам социального страхования, наследственные различные вопросы, восстановление нарушенных прав. То есть вот такие, соответственно, самые встречающие вопросы. И вот еще один вопрос, который вы коснулись на прошедшем совещании сейчас, о том, что по линии ЖКХ тоже будет. Ну да, да, да. Улучшение помощи. Мы расширяем специализированные, именно прописываем, что вот все граждане в сфере оказания качественного жилищно-коммунальных услуг будут оказываться помощи. Это в том числе касаемо правильного расчета тарифа, оказания надлежащего вида коммунальных услуг. Дело в том, что сейчас оказывается помощь по таким делам, но расширение произойдет именно по категориям. В основном сейчас пенсионерам оказывается, инвалидам первой, второй групп. То есть увеличение пойдет по иным, другим категориям, чтобы практически каждый мог обратиться. А вот в плане того, вернемся к самому началу разговора, о людях, которые травмировались на тротуарах, и вот по ЖКХ, если этот опыт будет хорошо действовать у нас в области, планируется ли его каким-то образом транслировать, допустим, на всю страну? Нет, ну естественно, если инициатива наша пройдет, она пройдет и будет федеральным законом, это понятно, да, оно транслируется. Ну а судебная практика, она не только в Ульянской области, она во многих субъектах, она единая. То есть, ну это и понятно. Если кто-то несет ответственность за надлежащее состояние, если человек вследствие этого получил травму или повреждение, естественно, ему должны оплатить все это. То есть, виновный должен понести наказание.